Историю болезни Роберта и его лечащий врач знает наизусть. У аллерголога-иммунолога мальчик наблюдается не первый год. Раньше за консультацией приезжал на Кирова-20. Здесь работал филиал детской городской клинической больницы. Приходилось больше закладывать времени на дорогу. Семья живет в центре города. Теперь до здравницы можно дойти пешком. Постоянные посетители, потому что у Роберта аллергия. И мы получаем лечение у аллерголога. Ездим каждый день практически. Сейчас здесь нам ближе и удобнее. Меньше времени занимает и дорога. В очереди тут я смотрю поменьше. Светлана Чубарова, тот самый врач-аллерголог-иммунолог, тоже рада переменам. Отмечает, о просторном кабинете приходилось только мечтать. Новое рабочее место рядом с окнами. Солнечные лучи по утрам плюс к настроению. В прежней здравнице не было возможности даже проветрить помещение без приключений. И даже открыть окно, чтобы проветрить, нам приходилось просто подниматься по лестнице. То есть даже мы со стула не могли открыть окно. Поэтому 34 года я в таких условиях работала. И когда перевели в этот просторный светлый кабинет, этого даже не сравнить. Судьба улыбнулась почти десяти специалистам. Среди них и нефролог, гастентеролог, два окулиста. Все дополнительные исследования пациенты проходят в одном месте. Напомню, раньше, к примеру, анализы приходилось давать в первой детской поликлинике. А на прием к врачу ехать в филиал Накирова. И врач сразу направляет на исследование. То есть через систему ОРМИ сразу направляет на ультразвуковое исследование. Сразу выходит расписание. Он как бы записывает. И пациенту не нужно ходить туда-сюда от узкого специалиста к участковому врачу. Ремонт больницы завершили пару лет назад. Освежились стены, сделали небольшую перестановку. Обновили коммуникации. Дело осталось за малым. Привести в порядок главный вход. Затраты на работы покрыл нацпроект здравоохранения.